Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 сентября, сегодня я сняла с теплицы последние казанова и последние алые свечи. Алые свечи я показывала сегодня в теплице. Сейчас вот этот короткий-короткий ролик. Хочу сказать несколько слов о этих сортах, потому что в течение лета много-много комментариев было о том, что люди отказываются от выращивания сорта казанова и других таких вот с острыми, длинные плоды у кого, с острыми кончиками, только из-за того, что поражает вершинная гниль. И некоторые, прочитав вот такие комментарии о том, что они очень, ну почти часто поражаются вершинной гнилью, они думают, что это характеристика сорта, что именно вот некоторые прям так пишут категорично, что сорт казанова не выращиваю, потому что он всегда болеет вершинной гнилью. Но я несколько лет выращиваю сорт казанова и хочу вам сказать, что это не характеристика его сорта. И при должном уходе он никогда не болеет вершинной гнилью. По крайней мере у меня за несколько лет не было ни одного плода сорта казанова, чтобы был вершинной гнилью, болен. Вот сейчас показываю вам плоды, которые на конец сентября самые-самые последние я сняла с теплицы. Ну, во-первых, они нынче удались на славу. Ой, по сравнению с моей ладонью, видите, какой размер плодов. С набалдажничком такой. Очень хорошие, даже вот последние такие все мясистые. И то же самое, алые свечи, про них тоже многие говорят, что вот из-за того, что тонкий нос, они очень часто валяют вершинкой. Ну, вот смотрите, плоды даже самые последние, вот выложила вот эта вот мелочь на алых свечах. Это уже вот самые-самые верхушечки, самые последние под потолком теплицы были. У всех у них чистые носики. И я хочу еще раз донести вот до тех, кто, возможно, новички ни разу не выращивали, хотят вырастить, но боятся, почитав комментарии, что если алые свечи, например, или казанова, обязательно будет вершинная гниль. Нет. Если вы будете достаточно вносить, ну, все, если состав грунта будет сбалансированный, ну, мы знаем, что обычно вершинная гниль – это недостаток кальция. Если будет в почве все сбалансировано, будет там у вас и фосфор, и калий, и кальций, то вершинная гниль к вам не придет никогда. Видите, все носики чистые. Вот специально еще сегодня, нынче проверила, я вам зеленые показывала, что нет вершинной гнили. И алые свечи показывала прямо на кустиках. Снизу до верху ни одного плода нет больного. Так что выращивайте и казанова, и алые свечи, и другие все перцевидные, с острыми кончиками, вытянутые такие пальчиковые сосульками, и пальчиками всякие. Если будет у вас должный уход, этим томатам вы дадите никакого заболевания, никакой вершинки у вас не будет. Но в крайнем случае весной, я вот уже заготовила, будем добавлять известь пушенку или доломитовую муку. У кого есть ли почва бедная, вот как у меня кислая, нужно вносить все-таки вот это все. Все, до свидания. Вот показываю вам последние плоды. Это уже точно последние. Все с теплицы я сегодня убрала и казанова, убрала алые свечи. Вот эта партия у меня пойдет, конечно, вот эти крупные на заготовку семян. Сейчас последние сегодня и завтра два дня заготовки семян. И все, томатное рабство мое заканчивается. Как раз это будет конец сентября. Все, до свидания. Урожай нынче оглушительный. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...